Сейчас в нашей студии Владимир Ощенко, ведущий и автор программы общественного телевидения «Приморье». Как вы видели, под его диктовку и писали диктант на одной из площадок. Владимир Григорьевич, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Как вам текст этого года? Обоснован ли выбор вот этого отрывка из произведения Изифовича, на ваш взгляд? Ну, во-первых, писатели, современные писатели, которые делают тексты для тотального диктанта, они специально пишут эти тексты. Были тексты Захара Прилепина, Дмитрия Быкова в предыдущие годы. Но, допустим, Быковский текст, Прилепинский текст, это были публицистичные такие тексты, прокламации во многом. У Изифовича мне этот текст больше понравился только потому, что он как раз литераторский, писательский текст. И сам по себе он как раз, я уже говорил, проверка, может быть, даже не столько на грамотность орфографическую, грамматическую, сколько на грамотность культурную. И это, наверное, самое главное, что вообще необходимо для такого образовательной акции, как тотальный диктант. Какую аудиторию вы увидели? Кто пришел писать диктант? Ну, я читал диктант на площадке городской библиотеки БУК. Аудитория была очень своеобразная. Я бы ее назвал так. Интернет бабушки и продвинутая молодежь. Очень интересно. Вот такая публика. Очень приятная, на самом деле, у нас была атмосфера. Мы даже перешучивались друг с другом во время диктовки. Ну, естественно, не по поводу текста, а что-то там говорили про каллиграфию, про чистописание. Мимо по Светландской поехала свадьба. Была очень громкая музыка. Я прекратил диктовку. Меня спрашивают из зала. Вы там адой никогда не работали. Это не только приятная с точки зрения, так скажем, культуры, да, или проверки грамотности мероприятия, но и вот еще и для общения людей. Вы постоянно работаете со словом, как коллега, как журналист. Каковы бы трансформации, какие бы вы заметили с текстами? Потому что, как я знаю, вы не в первый раз участвуете в тотальном диктанте. Ну, вот текст Юзефовича, на мой взгляд, уже не столь сложен, как были первые тексты тотального диктанта. И, наверное, это правильно. Потому что это же не экзамен на филфак. Это же не необходимость филологическому сообществу демонстрировать, что они владеют неким тайным знанием. Люди пришли получить самооценку. Зачем 90% пришедших ставить двойки? В этом тексте, например, не было ни одного сложносочиненного предложения. Не было сложных конструкций с дейпричастями. Причастный оборот был всего один. И то такой, достаточно простой. Но связанное там, допустим, знание, написание слова, кронштадт, фюрер, медный всадник с большой буквы. Эти все нюансы человек должен знать эрудированный, грамотный, не только умеющий хорошо расставлять запятые. Владимир Иванович, спасибо большое. С нами в студии был автор программы, ведущий ОТВ Владимир Осенко.